Заседание правительства А вот со всем маленьким гражданам России и тем, что родились в 2018-м, был посвящен другой вопрос совещания. 706 первых детей родились в Севастополе в этом году, по данным на 13 июня. 192 семьи уже получают новое пособие при рождении первенства. По приказу Минтруда на оформление документов должен уйти месяц. Но в Севастополе с этой задачей Департамент соцзащиты справляется в три раза быстрее. Мы для себя поставили задачу принимать решение в 10-дневный срок. Но это обусловлено тем, что мы самостоятельно делаем запросы в фонд социального страхования, в пенсионный фонд и в департамент образования за справками, чтобы не направлять мамочек по этим организациям, чтобы они не ходили. Ежемесячную выплату в размере 10 935 рублей назначат, если совокупный доход семьи из трех человек не превышает 50 229 рублей в месяц. На такие пособия молодым родителям из федерального бюджета Севастополю выделили почти 69 миллионов рублей. Важно создать для маленьких севастопольцев комфортные условия и во дворах. По предложению губернатора в следующем году дворы могут начать ремонтировать комплексно. По программе «Самый дружный двор» таких дворов станет больше в три раза. Формат перейти полностью на конкурс «Самый дружный двор». Кроме того, обсудили и ситуацию с отключением электроэнергии 13 июля. Из-за сработавшей автоматики на подстанции «Тамань» в городах Крымского полуострова пропало электричество. В Севастополь свет вернули менее чем через два часа. В это время соцобъекты подключили к резервным источникам питания. Ситуацию обсудили на комиссии ПЧС, а службам города поручили устранить все выявленные недостатки. Провести проверку готовности источников резервных по объектам. У нас есть, как Владимир Васильевич сказал, девять дизель-генераторов, которые отсудило Министерство энергетики Российской Федерации и наши. Поэтому все проверить паспорта и через две недели доклад с устраненными замечаниями по данным объектам, чтобы они все были в рабочем состоянии. Одним из минусов, которые устраняли дольше всего, стало отсутствие сотовой связи почти четыре часа. Как избежать повторения ситуации, решит комиссия ПЧС. Белый фасад, скамейки и цветы. У главного входа скрипичный ключ. Подходя к зданию, понимаешь, здесь будет жить музыка. И трудно поверить, что еще год назад здесь был недострой. В 2013-м на этом месте строили многоэтажный дом. Однако родители учеников 22-й школы, которые находятся по соседству, выступили против этой идеи. Вопрос решали долго. Решением стало строительство музыкальной школы на 505 мест за собственные средства строительной компании с последующей передачей объекта городу. Во-первых, выполнено слово. Вот это понравилось. Евгений Константинович, к дню города объект фактически завершил. Сейчас будет стадия в течение месяца приемки объекта, выдачи разрешения на ввод. И к 1 сентября школа будет открыта, оснащенная оборудованием, мебелью. Объект возвели в рекордные сроки. Его общая площадь почти в пять раз больше помещения на Нахимово – 3,5 тысячи квадратных метров. И уже в ближайшее время сюда на занятия придут ученики и преподаватели первой музыкальной школы. Школа впечатлила. Конечно, по сравнению, она светлая, она такая, как должна быть школа. Классы большие, просторные, света много. Детям это нужно, это важно. Сцена не сравнить, потому что она моя личная и поёт хорошо. То есть тут и хор поместится, потому что на той сцене просто было мало места. При строительстве музыкальной школы по улице Генерала Коломица применяли современные технологии. Оно первое в Севастополе, полностью оснащённое средствами для маломобильных групп населения. Оборудовано специальными подъёмниками и лифтами на каждый этаж. Особое внимание уделили пожарной безопасности. В здании семь эвакуационных выходов. В каждом кабинете дымовые датчики и система пожарной сигнализации с голосовым сопровождением эвакуации. Её в действии продемонстрировали губернатору Дмитрию Овсяникову. Вниматель, пожарная тревога. Первый подъемник с целью находится в основном, когда дали выход и главный эвакуатный. Оснащена музыкальная школа и система видеонаблюдения. Установлены 42 камеры. На входе – рамка металлоискателя. В школе два концертных зала. Малый, вместимостью около 100 человек, и большой. Он рассчитан почти на 200 мест. Музыкальные инструменты и мебель приобрёл застройщик. Их уже частично завезли. Приедут все музыкальные инструменты. Приедет наш новый рояль, который мы получили из фонда президента на музыкальные инструменты. Вот. Стоят здесь уже 10 пианино-кава. Это подарок. Ну, не говоря о потрясающей мебели. И многом-многом другом. Нам очень повезло, мне так кажется. Классы очень хорошие, светлые, большие. Сцена прекрасная. Просто так и хочется уже что-то здесь сыграть. Не забыли и о прилегающей территории. Здесь высадили деревья, цветы и кустарники. Вымастили тротуары. Организовали парковку вместимостью около сотни машин. За лето переезд планируют завершить полностью. И уже с 1 сентября дети будут заниматься в новой школе. Эти дома в микрорайоне «Омега-2» долгое время числились в разряде проблемных. Застройщик компании «Юг Монолит Спецстрой» начал возводить их более 10 лет назад. Но строительство так и не завершил. В 2015 году объекты передали компании «Крымстроймастер». Но и она добросовестно свои обязанности не выполняла. Все эти годы дольщики безуспешно обращались в суды, чтобы добиться возобновления строительства. Мы прошли очень много судов. И арбитражных, и апелляционных, и касационных. Действительно, в день доходило по пять заседаний отсюда, отбивались от этих рейдерских захватов. Собирались тут с людьми, собирались тут делали, заходили на стройку. В принципе, мы этот вопрос решили уже в октябре 2017 года. Лишь благодаря участию правительства Севастополя удалось решить проблему. Незавершенные объекты строительства передали компании «Интерстрой». И, как результат, часть дольщиков смогут въехать в свои квартиры уже в этом году. Это событие является одним из первых положительных решений в Российской Федерации. Положительных решений по помощи гражданам, инвестировавшим свои денежные средства в долевое строительство. Если итог истории с жилым комплексом в микрорайоне «Омега-2» можно назвать благополучным, то с домом на улице Парковая все сложнее. Квартиру я купил в 2009 году еще в тонусе, оплатив полностью. Но группа товарищей, еще образованная в Украине, такая криминальная группа, обворовала меня. При Украине судились, ределись. Но в конце, в 2013 году, вроде как добились, чтобы дальше строиться. В 2015 году строительство было заморожено, закрыто. И сейчас уже мы просто находимся в бесконечных судебных делах, которым конца не видно. И таким образом все вот эти судебные дела зациклились. То есть мы не можем получить право на аренду земли под строительство дома, поэтому нам не дают возможности строительства. Застройщик украинская компания «Тонус» в 2013 году решила обанкротиться. Попросту бросила и дом, и дольщиков на произвол судьбы. Чтобы возобновить строительство, правительству Севастополя придется через суд изъять у застройщика земельный участок с недостроем. Мы нашли достаточно инструментов, имеющихся в нашем арсенале правовых, для того, чтобы в будущем достаточно эффективно решить эту проблему. Мы подробно обсудили состав рабочей группы, которая будет работать со следующей недели. В ней будут участвовать и арбитражные управляющие, и городская... Будет представлено полностью все городские службы, необходимые для решения. В том числе мы будем приглашать прокуратуру. Координатор инициативных групп по защите прав дольщиков России Светлана Дроздова накануне осмотрела проблемные объекты нашего города. Она высоко оценила работу правительства Севастополя по решению данного вопроса. Сегодня было приятно услышать, и мы знаем уже теперь, что будет создана рабочая группа, возглавит ее вице-губернатор. И я думаю, что в рамках этой рабочей группы они уже выработают механизмы, каким образом оформить земельный участок, каким образом уже передать этот объект в ЖСК в виде готовых квартир. Позже на совещании обсудили перспективы решения вопросов по остальным домам. Михаил Демиденко отметил, в Севастополе обманутых дольщиков быть не должно. Двор 242-го дома по улице Острякова. Сотрудники госавтоинспекции здесь для детей организовали целый тренировочный полигон. Три локации. Первая – теоретическая. Здесь ребятам напомнили правила дорожного движения. Вторую площадку посвятили дорожным ловушкам. Часто случаются ситуации, когда полностью проезжую часть не видно, например, за автобусом или грузовиком. Ребенок не может правильно оценить обстановку. Сотрудники госавтоинспекции учат, как не совершить ошибку и не стать участником ДТП. Если из-за большого транспортного средства при переходе проезжей части вы не видите другое транспортное средство, которое, допустим, следует по левой крайней полосе, то лучше подождать, когда оба транспортных средства проедут, не пытаться переходить. Во время акции дети смогли сесть за руль и почувствовать себя водителями. Ребятам рассказали о слепых зонах автомобиля, когда пешеходов, может быть, не видно. Дети должны переходить дорогу, только убедившись, что водитель их увидел. Чтобы перейти дорогу, надо сначала посмотреть налево, потом направо, еще раз налево, убедиться, что все водители остановились, поднять руку и спокойно перейти. А зачем руку поднимать? Чтобы водители увидели, что они должны остановиться. На третьей площадке дети учились маневрировать на велосипеде, проходили полосу препятствий. А опытные велосипедисты показали мастер-класс по фигурному вождению и говорили о важности экипировки. На голове обязательно должен быть шлем. Он может спасти жизнь. Вот сейчас в этом дворе мы вот здесь, с кинутыми в кучу, видим 12 велосипедов. Это говорит о том, что через несколько лет на дороге появится как минимум 12 велосипедистов. И то, что им с самого детства рассказывают, как себя правильно вести, а особенно ценно, что об этом рассказывают им другие дети, мне кажется, что это очень благотворно повлияет в целом потом на их поведение на дороге. Общественное движение «Велопобеда» пропагандирует безопасность велосипедистов на дороге. На реализацию проекта «Засветись» получили государственную субсидию. Выделенные средства активисты потратили на светоотражающие элементы и листовки. С объяснениями правил дорожного движения для велосипедистов. Материалы вручили детям участникам акции «День безопасности во дворе». Здесь и машины милиции, которые были на службе с 70-е по 90-е годы. И современный транспорт. Теперь уже полиции. Есть и мотоциклы. В 2017-м в пользование севастопольской полиции таких поступило 15 штук. Они используются, чтобы максимально быстро прибыть на место происшествия, чтобы оказать помощь людям. На мотоциклах интереснее ехать, честно говоря. Снять свои отпечатки пальцев – редкая возможность. Поэтому площадка экспертно-криминалистической службы в этот день не пустовала. Кроме официальной процедуры, можно было увидеть и инструменты для работы экспертов-криминалистов. В передвижной лаборатории – всё, что может понадобиться для осмотра мест происшествия. С помощью инвентаря криминалистического чемодана обнаруживают, фиксируют и изымают следы преступников. Например, набор для изъятия объёмных следов, в который входит криминалистическая паста, которая наносится на поверхность объёмного следа орудия взлома для его изъятия, для изготовления слепка. В дальнейшем проводится по нему уже тросологическая экспертиза. Помогают в раскрытии преступлений и охране порядка полицейским собаки. Заботятся о животных и проводят их специальную дрессировку в Центре кинологической службы. Это поиск людей по запаховому следу, поиск трупов, трупных останков, поиск наркотических средств и поиск взрывчатых устройств, взрывчатых веществ, самодельных взрывчатых устройств. Как вот эта собака? Это собака русский спаниель, зовут его Ян. Он подготовлен по поиску применения наркотических средств. А позже служебные собаки показывают, чему научились. Одно из заданий – по запаху выбрать бочку, в которой спрятан человек. Каждый год собаки отряда проходят аттестацию наряду со служебными собаками в структуре МЧС и участвуют в поисково-спасательных работах. В данный момент в векторе семь аттестованных расчётов. При нахождении пострадавшего собака будет обозначать его громким лаем. Для зрителей разыграли и постановку рабочей ситуации спецслужб. По сценарию террористы захватили заложников. Для их спасения в помощь полицейским выходит отряд спецназа «Гром». С момента образования полиции прошло уже 300 лет. Но меняются только возможности спецслужбы, техника и инструменты для работы. Задачи же всегда одни. Прежде всего охрана общественного порядка, профилактика преступлений. Но если вдруг что-то случилось, то, естественно, нужно найти преступника и наказать его. Отправить в суд, чтобы он понёс заслуженное наказание. То есть главная задача – это помощь людям. Мы служим народу. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди это понимали и оказывали нам соответствующую поддержку. Мы работаем для вас. Подарок ко Дню полиции – праздничный концерт Оркестра УМВД России по Севастополю и выставка спецтехники МЧС и Росгвардии. На улицах Севастополя звучит самбо, но это совсем не бразильский карнавал. Так оркестр штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии открывает плац-концерт. Остальные коллективы также отыгрывают небольшие выступления и начинают движение к площади Нахимова. Главное управление культуры города Севастополя постаралось создать праздничную атмосферу в городе Севастополе. Проходит комплекс мероприятий во всех районах. Задействованы все наши учреждения культуры. Но, безусловно, главная сцена нашего города – это площадь Нахимова. Фестиваль второй год подряд проходит в нашем городе. По словам организаторов, в этот раз уже стал массовым. Девять оркестров со всей России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. Основная цель военного оркестра – это обеспечение воинских ритуалов. Парады войск, строевые смотры, присяги, поверки и все остальное. Но в последнее время большое внимание уделяется именно концертным выступлениям. И оркестры играют джаз, оркестры играют классику, оркестры играют эстраду. Произведения для солистов, вокалистов и солистов-инструменталистов. В планах организаторов сделать фестиваль многодневным. А самым ярким в этот раз стало выступление сводного оркестра. В его состав вошли около 400 человек. Приехали мы с женой из Краснодара. Очень рады, что вся Россия может теперь собираться в Севастополе. И делить радость с местными жителями и между собой за всю Россию. Огромная гордость и радость. Фестиваль завершен, но музыканты и дирижеры пообещали, что на будущий год обязательно вернутся в Севастополь. Как сделать город зеленым и создать площадки для отдыха на свежем воздухе? Что нужно для создания в Севастополе новых парков и скверов и возрождения старых? Круглый стол из города Камни в город-парк стал площадкой для обсуждения проектов благоустройства. Многие территории в городе сегодня заброшены. И именно они смогут стать в будущем новыми зелеными зонами. Очень большой парк. Это за московским рынком на острыках. Который сейчас имеет, конечно, большое богатство в виде взрослых деревьев. Но совершенно не имеет ни инфраструктуры, ни там. Там большие проблемы. То есть это надо, конечно, восстанавливать. Также в том же районе через дорогу есть на музыке парк, на который надо обратить внимание. Создание в Севастополе комфортной городской среды без озеленения невозможно, говорят активисты. Важно не только высаживать больше растений, но и облагораживать территории. Парки должны быть интересными для посещения. Садовая мебель, инсталляции, выставки и мастер-классы, творческие вечера. Скверы могут стать площадкой для объединения талантливой молодежи. Опыт создания таких пространств в Севастополе уже есть. Например, динопарк. За несколько лет из пустыря превратился в современный сквер со скейтпарком, пешеходными и велосипедными дорожками, игровыми и спортивными зонами, беседками, скамейками и качелями. Работы по озеленению здесь продолжаются. Высадили больше полутора тысяч растений. Есть необходимость. Как в хойных породах деревьев. Они истончают фтанциды, но, скажем так, лиственные не менее необходимы. Несмотря на то, что они сбрасывают листву, которую нужно убирать, они по весне очень помогают хойным растениям справиться с пылью, с газованностью. И есть лиственные породы, которые перерабатывают этот углекислый газ очень мощный. Такие как тополя, например. Во время встречи делились своим опытом благоустройства ландшафтные дизайнеры, дендрологи, владельцы цветочных питомников, экологи из Великобритании и разных городов России. Котласа, Орла, Москвы и Крыма. Если это просто клумба, например, на дорожной развязке, то давайте не будем лепить туда одним слоем однолетники. Потому что проезжающие мимо водители этого не увидят. У них все это сольется в одну такую цветную полосу. Давайте делать какую-то обзорность послойную. То есть у нас будет что-то выше, какие-то более высокие элементы, средние и низкие. При создании ландшафтных проектов должны учитываться мнения жителей города разных возрастов. В парках важно разбивать зоны так, чтобы молодежь не мешала отдыху людей старшего поколения. Необходимо создать должность главного садовника. Он должен следить за состоянием растений в городе и работать в команде с дендрологами, ландшафтными дизайнерами и архитекторами. Обсудили также сохранение и восстановление лесопосадок в Севастополе. Есть у нас лесополосы, которые создавались при Советском Союзе. Это была целая программа в 1946 году, разработана по изменению климата. И мы знаем, что весь Крым был высажен. Тем самым изменен климат. Но на сегодняшний день эти лесополосы юридически никак не защищены. А они на сегодняшний день несут на себе негласный функционал вот этого зеленого каркаса. И, конечно же, нужно защищать. Активисты отметили, необходимо воспитывать экологическое сознание и бережные отношения к природе у севастопольцев. Ведь именно нам отдыхать в этих скверах и парках. Эти кубки украсят уголки спортивных достижений в школах города. Самый большой за первое место забирает 35-я школа. Ребята выиграли городское первенство на кубок губернатора Севастополя. Принимают поздравления лично от городоначальника. Самая сильная сборная школа нашего города. Лучшими стали среди 30 команд. Сначала были районные соревнования. Футболисты 35-й школы обошли 9 сборных. Прошли всех и вышли в полуфинал. Обыграли в полуфинале седьмую школу и в финале выиграли пятую. Но в полуфинале и в финале было сложно. И более серьезные соперники. Мы занимаемся в детско-юношеской спортивной школе. Большинство ребят из нашей команды. И вот поэтому и успеха добиваемся. Капитан команды Ярослав Нечволодов футболом занимается 5 лет. И вот стал лучшим игроком среди школьных команд города. Спортсмен награждается дипломом, памятной статуэткой и ценным подарком. Ребята не просто завоевали призовые места. Выиграли и денежные сертификаты на строительство спортивных площадок в своих школах. За первое место дали 2 миллиона рублей. За второе – полтора. За третье – один миллион. Настоящий праздник футбола. Мы сделаем все, что необходимо с точки зрения строительства новых спортивных площадок. Будем поддерживать кубки, чемпионаты. Каждый год кубок губернатора завершается к 12 июня, дню России, дню города, герой Севастополя. И мы посчитали нужным именно в день открытия чемпионата мира, когда мы будем все болеть за российскую команду, за наших ребят, поздравить наших лучших севастопольских детей, которые стали победителями в соответствующих соревнованиях. Также на награждение поздравили сборную команду Севастополя. Футболисты вернулись из столицы с Кубком правительства Москвы. Команда участвовала в первенстве по приглашению московского отделения партии «Единая Россия». К сожалению, наверное, для этого московского отделения мы заняли первое место. Обыграли там всех, привезли кубок. И здесь я должен немножко поправить. Дмитрий Владимирович, это не мне спасибо, это ему спасибо. Поскольку на самом деле все организационные моменты, которых было очень много, в кратчайшие сроки решил он, а не я. Поэтому огромное спасибо Дмитрию Владимировичу. Тренер команды говорит, времени на подготовку практически не было. Поздно получили приглашение. Провели микроцикл тренировок. Этого оказалось достаточно для победы. Все команды были очень хорошего уровня. Ну, турнир-то детский, ошибки были у всех. Скажем так, мы допустили их меньше всего. Победили благодаря самоотдаче. Но есть у нашей сборной еще один секрет успеха. Разверните ее, пожалуйста, чтобы все увидели. Поэтому боевые играют. В Севастополе суперкубок города соревнование достаточно молодое. Впервые он прошел в 2009-м. В этом году на поле вышли команды КАМО и Черноморец. Сильные и слабые стороны друг друга знают. За этот сезон провели уже три игры. Поэтому к матчу готовились тщательно. Так как это команда флотская, ребята все военнослужащие, мы предоставляем им возможность ежедневно тренироваться. Каждый день тренировки. Иногда бассейн, выходим либо поле, либо бассейн, еще тренажерный зал. Матч начался плавно, без острых углов. На 18-й минуте первый мяч со штрафного красиво отправил игрок команды КАМО. Но флотская команда не собиралась сдаваться. Закончился первый тайм ничьей. Через полчаса на второй половине встречи КАМО вышло вперед на несколько голов. Не обошлось и без пенальти. Итог игры 3-2. Двукратным обладателем суперкубка города стал футбольный клуб КАМО. Этот матч очень ценен для нас тем, что в том году мы потеряли все наши титулы, кроме суперкубка. Мы выиграли суперкубок, а в чемпионате Крыма мы проиграли Черноморскому флоту. И в чемпионате города мы тоже им проиграли. Соответственно, нужно возвращать наши кубки назад и чемпионское звание. Поэтому для нас играет большую роль. Уже в конце июня команды встретятся на очередной игре в ходе чемпионата Севастополя.